Международный валютный фонд признал долг Украины перед Россией суверенным. К такому выводу пришел Совет директоров. Голосование прошло заочно. О том, что заемов 3 миллиарда долларов официально не разъявляла российская сторона. Киев же наставил на коммерческом статусе долга и его реструктуризации на тех же условиях, которые Украина навязала частным кредиторам. То есть 20-ти процентное списание и предоставление рассрочки. Но дело в том, и на это тоже обращали внимание в Москве, то в 2013 году Киев получил деньги от России на нерыночных условиях под гораздо меньше процентов. Месяц назад Владимир Путин предложил выгодный вариант урегулирования задолженности, но под гарантией Соединенных Штатов, Евросоюза или крупного международного финансового института. Однако поручиться за Киев никто не захотел. В платежеспособности Киева западные партнеры не верят. Срок платежа конец декабря. В Кремле накануне еще раз подтвердили. Если деньги не будут возвращены, для Украины наступит и дефолт, и Россия обратится в суд.